Уборочная кампания – соправды горячая пора, як для аграрео, так и для журналистов. У кожного своя задача, однако, нацеленная на огульный выник. Зладженная праца комбайнеру и водителям – переемность традиций семейных экипажов, ушинований передвеков. Гэтая и иншая яркие сторонки склали основу республиканского творчого конкурса на лепшее осветление у СМИ и у интернет-ресурсах тематоки уборочной кампании «Жнево-2016» и «Хлебом-1». Уделы им приняли больше 150 авторских работ. Организатором конкурсу выступило Министерство информации Республики Беларусь. Головные меты и задачи – реализация державной информационной политики у развития аграрного комплекса Украины, формирование поваги до человека працы, выхование молоди на прикладе працавитости и самоотданности до своей справы. Должен отметить очень активное участие региональных средств массовой информации. За это им огромное спасибо. По-другому, думаю, и быть не могло, потому как они ближе всего находятся к человеку труда, к сельскому жителю. Широко и хорошо раскрыта тема, потому как использовались разные жанры журналистики. Журналистика факта, аналитика, интервью, комментарии. Все возможные инструменты были, скажем так, задействованы. Необходимо отметить, что телевизионные компании подошли к освещению этой компании очень творчески. Задействовали квадрокоптеры для съемки, чтобы показать масштабность действия. В общем-то, я думаю, что потрудились на славу точно так же, как и хлеборубы наши журналисты. Урочистые узнагороджения, переможцы республиканского творческого конкурса «Ужнево-2017» и «Хлебом-1» проходили в Минске в Доме прессы. Гоноровые дипломы со словами «Счиры», «Подяки» тут были уручены журналистам республиканских и региональных сродков массовой информации. Сирот узнагородженных – пять представников Гомельской области. Диплом первой ступени у номинации «Лепшие аутерские материалы», которые вышли в эфир региональных телевизийных або радиовещальных СМИ, отримала журналист телерадиокомпании Гомель Вероника Ворошилина. Так же, сирот переможцев – представники региональных выданий. Роман Котляров, газета «Дня провец», Наталья Явенко, червоный кастрышник, Наталья Чека, хонецкие новины и властный корреспондент по Гомельской области другого национального телеканала Максим Вишарков. У своих аутерских материалах яны мкнулися объективно и усебаково адлилестровать ход, темпы и досягнение уборочной кампании, как донести до насильства максимально полную картину. Хотелось бы отметить и поблагодарить все СМИ за то, что вы нормально, доступно для народа освещали все результаты, которые, или ход полностью полевых работ, работы в сельском хозяйстве, для того, чтобы народу было доступно не только там где-то, извините, как можно сказать, определенные ситуации, где-то что-то не убрали или что-то там не сделали, а реально почему, как и что. Я думаю, что доступность информации была обеспечена. У худким часе генеровы узнагороды на Гомельщине отримают и сами главные герои пероможных публикаций и репортажа «Передовики Жнева-2017», как с особливым натхнением и внутренним запалом протягнуть свою такую нелегкую, а ли разомстым, вельми отказную и без перабольшения житёво необходную працу на полях родной земли. Вероника Ворошилина, Валера Игапанько, телерадуя компания «Гомель» из Минска.